Здравствуйте, дорогие союзники! Это программа «Честное мнение». В студии Светлана Ладина, а мою гостью я представлю чуть позже. Дело в том, что в Екатеринбурге идет сбор подписей за переименование улицы Хохрякова в историческую Тихвинскую. В процесс включился музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке. И вот комментарий сотрудницы музея Оксаны Ивановой. Андрей Евгеньевич Жиронкин, правнук священномученика Георгия Бегмы, написал письмо в мэрию Екатеринбурга с просьбой вернуть историческое название улицы Хохрякова. Личность товарища Хохрякова очень идиозная. Он возглавлял карательную экспедицию Тобольского направления, утопил епископа Гермогена. А перед этим еще и зверски мучили владыку. Под руководством товарища Хохрякова. Потомки священномученика Георгия Бегмы настаивают на переименовании в связи с тем, что Хохряков был связан с Красными Орлами, палачами их предка, участвовал в расправе над семьей государя Николая II. Вот, собственно говоря, начался стихийно, но сейчас уже входит в планомерное русло сбор подписей. И Оксана Иванова сегодня у нас в гостях. Я рада ее приветствовать, рада вам представить. Ну, хотя, собственно, Оксана уже в представлениях не нуждается, потому что все острые темы нескольких последних месяцев так или иначе проходили с ее участием. Добрый день, дорогие телезрители. Я хочу поблагодарить всех, кто уже поставил свои подписи, для тех, кто выразил свое мнение в соцсетях, в подписных листах, кто поддержал это и дальше попросил распечатать листы для того, чтобы собрать подписи своих знакомых. Действительно, неожиданно для меня эта инициатива очень быстро нашла отклик в среде верующих. И не только. Мне написали люди, которые не являются церковными, даже, может быть, в каких-то вопросах оппонируют нам. Но в вопросе переименования все решили дружно поддержать, помочь. Поэтому возможности есть для всех. Можно прийти в музей святости. Это улица Валикотика, 13А, метро Уралмаш. С 12 до 7 в любой день, пожалуйста, подходите, подписывайте наше ходатайство в мэрию Екатеринбурга о переименовании Хохрякова в Тихвинскую. Также это можно сделать в часовне на площади труда, кому удобнее. Но это для екатеринбуржцев. Для екатеринбуржцев. И, соответственно, надо быть жителем города Екатеринбурга. Исходя из той бумаги, которую нам прислали, в отношении организаций, которые ходатайствуют о переименовании, есть требования, которые заключаются в том, чтобы организация была зарегистрирована в Екатеринбурге. А для физических лиц такого требования, оно подразумевается, я предполагаю, но прямо оно там не указано. Ну, наверное, все-таки подстраховаться, чтобы уж наши оппоненты потом не сказали, что, а вы, вот, иногородних набрали. Но, тем не менее, я думаю, что поддержка будет со всех городов и весь, и России, во всяком случае, от людей православных. Да вот как ты говоришь, и не только. Не только. Интересная очень фраза прозвучала, что не ожидала, что люди православные так откликнутся. Оксан, вот ты была очень активным и остаешься активным участником событий вот этой истории по восстановлению храма Святой Екатерины в городе Екатеринбурге. Есть ощущение, что православная общественность проснулась, проснулась, активизировалась, и что собора Святой Екатерины еще камнями нет, а сердцами он уже как-то так образуется? Да, очень сильное ощущение того, что эта история, ну, можно сказать, так немножко грубо, стала таким волшебным пинком для того, чтобы мы осознали себя, свою ответственность за церковь, свою ответственность за традицию. Никто ее, кроме нас, не возьмет, не понесет. Мы сами, мы горожане, мы граждане Екатеринбурга. И отвечаем перед Богом в первую очередь и перед нашими потомками, конечно, будет восстановлен храм или не будет. И вот вся эта история, она имела такой замечательный плод духовный, ну, в том смысле, что наступило какое-то ясное понимание и чувство того, что надо соединяться, консолидироваться, вместе думать и вместе действовать. И как результат вот этого чувства появилась выставка на площади труда. Очень быстро, оперативно, без участия многих людей, которые были искренне вовлечены и помогали ее сделать. Это было бы невозможно в такие сроки. Вот она теперь открыта на площади труда, на историческом месте. Каждый житель нашего города и все гости, которые к нам приедут, мы ожидаем их много, смогут узнать эту замечательную историю прямо там, где она и начиналась в 1723 году. Ну, наша замечательная Наденька Калинина отсняла все этапы этого рассказа. И мы часть уже показали, а часть покажем на следующей неделе, а потом все вместе можно будет увидеть на сайте телеканала «Союз». У меня вот очень зацепил первый стенд, где излагается непростая история каменного Екатерининского собора. То есть первый храм, это уже 1723 год, это Мазанковый, да, из Глины Исёса. Мы просто его осветили, начали в 23-м. А что касается вот именно каменного собора, который взрывали в 1930-м, да? Да, да, да. Там, значит, Дегенин начал строить в одном месте, Татищев велел разобрать, стал строить в другом месте, когда воцарился, скажем так, вместо Дегенина. Очень что-то это мне напоминает. Нету вот ощущения, что просто-напросто вот какие вехи были заложены. Это история страшная сила, да. Такие мы сейчас тоже пройдем спустя несколько столетий. У меня вот тоже было похожее чувство, когда мы создавали эту выставку, и какие-то даже фразы, даже какие-то ситуации настолько похожи, повторяются. Ну, будем надеяться, что ситуация с Екатеринским собором в XIX веке хорошо закончилась. Его построили, потом перестроили, потом еще раз перестроили. Он был просто большой, великолепный, ну, таким, как он остался на многих фотографиях этого периода. И я думаю, что нас тоже ждет большой, великолепный, белокаменный, красивый Екатеринский собор. Ну, будем надеяться, с более счастливой судьбой, то есть как-нибудь без взрывов. Хотя, что касается счастливой судьбы этого храма, она действительно такая, потому что он же был действительно центром и религиозным, и культурным, и социальным, и общественным. Еще военным, там хранилось знамя Екатеринбургского гарнизона, там давали притягу горные инженеры, новобранцы. Оттуда уходило ополчение в 1812 году. Поэтому это такая была квинтэссенция, конечно, концентрация всех городских смыслов, традиций. И я думаю, что так это будет и дальше. Конечно, взрыв и последующая атеистическая история нашей страны, нашего города, грустная. Но ведь качество и величие народа познается не потому, как попадает ли народ в какие-то исторические ямы, а потому, как быстро и как высоко этот народ может из этой ямы выбраться и взлететь. Поэтому я думаю, что нас ждут какие-то великие дела и замечательные времена, когда на наших глазах мы просто будем из этого выбираться и еще раз всему миру проявим, покажем величие силы нашего народа. Для меня очень ценно, что именно ты излучаешь такой оптимизм, потому что я расскажу зрителям, которые этого не знают. Оксана общается очень-очень много с людьми, которые оппонируют церкви, общается причем очень терпеливо и не избегает этого общения. Во все дни противостояния, за которым наблюдал, по-моему, весь мир, вот то, что творилось возле театра драмы Екатеринбургского, там, где хотели построить собор Святой Екатерины, Оксана там находилась и вела диалоги с людьми, которые были настроены, мягко говоря, недоброжелательно, и тем не менее, вот ни с кем не поссорилась, не подралась, а только вот, видите, уверена в том, что все будет хорошо. Слава Богу. Даже Медуза написал, что Оксана Иванова ходила и упрекала молодежь, что она не знает своей истории. Про выставки, про исторические выставки, которыми вы просвещаете и молодежь, и немолодежь тоже. Ну, конечно, вывод главный, который должны мы с вами сделать из этой истории, заключается в том, что просвидетельских усилий было совершенно недостаточно. Если в XVIII-XIX веке, в начале XX века христианская традиция была вещь самая очевидная, она не подвергалась сомнению, ее никто не оспаривал, и понятно, что храм, как главный символ, очень важный символ принадлежности к христианской традиции, ну, не мог вызвать никаких вопросов и споров. Ну, ситуация изменилась. Мы живем уже, когда христианство не является государственной религией. Власть нас не поддерживает напрямую, ну, как и этот вопрос показал. Соответственно, мы сами должны о своей традиции рассказывать, ее объяснять, ее иллюстрировать, ее показывать. Ну, и, конечно, в первую очередь самим являться таким ярким представителем, ярким носителем всего лучшего, что есть в нашей вере. И вот, ну, в качестве, можно сказать, покаяния за вот это недостаточное просветительство мы 14 июля в преддверии царских дней возле храма на крови открываем такой сразу три выставки, такая трилогия выставочная. Называется она «В честь святой Екатерины» и включает три проекта. Первое — это пересказ, рассказ «Жития святой Екатерины», продуманный, переосмысленный, изображенный, ну, известной нашей Екатеринбургской художницей, которая очень просила не называть ее имени и остаться неизвестной. Ну, вот. Эта необходимость вызвана тем, что даже бывая в студиях наших светских СМИ, я выяснила, что люди, получившие образование и вообще занимающиеся журналистикой, и вообще не знают, не представляют, кто такая Екатерина. Меня спрашивают, она бедная была, богатая или вообще, что за, так сказать, девушка-то покровительствует нашему городу? Ну, какой-то вдруг интерес возник. Ну, вот в ответ на этот интерес, то есть эту выставку можно прямо будет с тротуара, с улицы Царской увидеть и понять, и основные вехи в жизни святой Екатерины, ну, по крайней мере, будут очень доступны и очевидны всем. А следующая выставка, когда подняться чуть выше, сделать шаг вверх, это будет выставка «Святая Екатерина и Дом Романовых. История почитания». То есть о том, как вообще почитание святой Екатерины на Руси завелось. От Софии Палеолог, которая приехала и привезла сюда в качестве приданного, в том числе и мощи святой Екатерины, и до уже последних трагических дней царской семьи. Вот вся эта история, каким образом святая Екатерина, являясь покровительницей сначала женской половины Рюриковичей, а потом Романовых, как воплощалась, развивалась, какие были формы, это очень интересно, это точно никто не знает. Поэтому я приглашаю всех. Так, и третья выставка, и у нас одна минута. А я еще должна подпись поставить за переименование. Третья выставка – это расширенный вариант выставки «Храм в сердце и памяти» об истории Екатерининской горной церкви. Это в выставочном зале храма на крови. Пожалуйста, приходите, записывайтесь на экскурсии. Мы рады всем рассказать эту историю и на русском, и на английском языке. Так, я допишу уже после эфира, потому что надо прощаться. Уважаемые екатеринбуржцы, те, кто хочет, чтобы вместо имени Хохрякова, зловещего и кровавого, все-таки улица носила название Тихвинская. Кстати говоря, по имени Новотихвинского монастыря, который на этой улице и расположен, и который 9 июля будет праздновать день своей, как же сказать, небесной покровительницы Тихвинской иконы Божьей Матери. И вот в Часовне Святой Екатерины можно свою подпись оставить и в Музее Святоподвижничества и Исповедничества на Урале в 20 веке, но это для екатеринбуржцев. Всех мы благодарим за внимание. Оксана Иванова была у нас сегодня в гостях. Спасибо за рассказ. Друзья, всего доброго. Даст Бог, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова